Ну вот и здравствуйте! Приехали мы, значит, в Томскую область покорять, так сказать, Колпашевский район. Утро замечательное, вообще шикарное. Дымка такая стоит, тишина, полный штиль, красота. Ну что, заприехали? Да, за открытие новых мест. Хорошо, птички поют, красота. Время пол шестого. Нормально, мы быстро собрались, полчаса, наверное, и все, и готово. Вообще шикарно. Ну что, все, поехали, так сказать. Интересная вода такая, сори, прям торфяная. Че? Зачем поподнял? Зачем поподнял? Местные проверяют то ли сети, то ли еще что-то. Вода, видимо, упала. Да? Тоже местечко прикольное. Смотри, прям, этот, затопленные деревья. Горяжничек хороший. Дальше, дальше, да, чуть-чуть. Нам получается еще где-то 4,5 километра надо пройти до точки. Ага. Ну, вон туда, вперед 4,5 километра, и как раз мы доедем до этого острова, до Песчаного. Вроде немножко с местом определились, хотя проехали сначала вниз по течению, километров, наверное, 11-12, но что-то перспективных мест, как таковых, не особо много. Сейчас вернулись назад, вверх, зашли в проточку недалеко от Аби. Не знаю, тут вроде и ветра нету, и тихо, спокойно. Посмотрим, наверное, здесь разобьем лагерь, а уже со спиннингами пойдем искать рыбу. Давайте, пари! Кто первую щуку поймает, причем не маленькую, ну, нормальную такую, от 3 килограмм. Кто-то не бухает. Рыбалка рыбалка, да? Да-да-да. А завтрак по расписанию? Точно, я уже ложки достаю. То есть... Раз, два, три. Надо в любом случае сначала покушать. Приехали мы сюда на очень долго. Времени у нас вагон. Рыбу мы свою найдем. Да, Андрей? Да-да-да. Так что надо сперва покушать. Приготовим сейчас вкусную яичницу, как обычно. и будет у нас шикарнейший завтрак. Сказать, наверное, рецепт самой вкусной яичницы на рыбалке. Берем сковородочку, поджигаем газ. Маслечко. Нам потребуется одна головка. Лук у нас обжаривается. Нужно обжарить до золотистой корочки. Потом взять 300 грамм вареной колбасы. Нарезать также кубиками. Покинули мы колбаску, значит. Подмешиваем. Главное, не подгорело. Потом берем 5-6 маленьких помидорчиков. Так же мы их нарезаем кубиками. Потом, порезав помидорчик вкусненький, мы отправляем его тушиться. После того, как все приготовилось практически, потушилось, мы добавляем немножечко черного перца для аромата. После того, как все поперчили и посолили, мы разбиваем яички. Закинули. Разбили мы все яйца. Теперь опять посолить. А погода вообще будет шикарная. И поперчить. Ну вот у нас наша вкусная рыбацкая яичница. Подошла к готовке. А я смотрел такие... Ну что? Приятного аппетита! Ага. Что, поели, подкрепились. Можно и за рыбкой пойти. Наша первая постановка недалеко от лагеря. Решили пока далеко не ходить. Посмотрим, что у нас получится. Глубина 5 метров. С выходом на свал 2,5. С машиной. Есть! Есть! Вот! Вот она. Ну что-то небольшое. О! Что-то мотает башкой. Ну, ё-моё. Дядя Макс, как обычно, судачила. Судачила. Хе готово. Вот он и наш хе. Опять взял. Тоже небольшое, скорее всего, судачок, наверное. Небольшой. Ага. Небольшой судачок. Взял прям на кромке с течением. Давай, позови-ка нам. Можно даже прабабушку. И я буду очень весьма благодарен тебе. Решили немножко переставиться. И что мы видим в охолод. С нашей левой стороны идут такие барханчики. И под барханчиком стоит рыбка. Рыбка. О, щука. Я говорю, сука, стоит она здесь. Эхолод-то не зря показывай. Что-то такое, бля. Оставляй, оставляй, Вадя. Буквально за пару часиков мы поймали, не отходя от кассы, так сказать, щучек. Но щука пока не радует. Она прям мелковата. Одна такая. Килограмм два с половиной, наверное. Остальное мелочь пока. Так. Яичницу мы вкусную уже приготовили. Пару часиков порыбачили, поймали рыбки. А теперь, пока она свеженькая, мы из нее приготовим хешник. Так. Так. Вырезаем косточки. Чтобы вообще их не было. Филин нарезаем кубиками. Не боимся. Можно делать нормальные кубики, не надо мельчить. Так. Мы порезали кубиками нашу рыбу. Ага. Берем также кубиками нарезанный лучок. Посыпаем его. Лук хе никогда не испортит. Чем больше лука, тем вкуснее. Все это перемешиваем хорошенечко. Берем соль. Подсаливаем. Перчика черного. Обязательно. Перчика можно побольше. Так же перемешиваем. Ой, запах-то какой. Лук, перец. Уже придает такой аромат. Когда мы все посолили и поперчили, мы добавляем одну столовую ложечку уксуса. Равномерно распределяем, можно еще побольше, чтобы приготовилось побыстрее. Ну вот, какая красота. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Давай, убегай, сука. Бабушку зови Давай, давай, дуй Хороша мамка Показывает в боковой скан просто куча рыбы Просто нереальное ее количество А вот брать эта рыба Вообще не берет Хорошая Крокодилица Есть Пятачок, наверное, нет Кидай, кидай воду Есть Вот как раз, знаешь, вот я говорю Вот интересное такое место Меньше глубина Поглубже, поглубже, поглубже И вот ступенькой такой интересное идет Саня тоже Вот, на что Ну, прыгай с вами Вот это хорошенькая Такая зачетная Трешечка, наверное, точная есть Трешечка такая зачетная, да? Давай Осторожно, осторожно Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо Есть. Хорошее что-то. Тихо, тихо, тихо. Ты высоко поднимаешь. Кого? Нет, приманку. Ух ты, хорошая. Тяни, тяни, тяни. Чё ты? Тяни, тяни. Стой, стой. Ого. Не сошла? Давай, давай, давай. Залято щука, кстати. Хорошая. На пятерочку, наверное, точно есть это. Давай, давай. Пускай устанет, бля. Это семерочка даже, наверное. Это семерка, наверное, даже. Небольшая. О, окунь, бля. Значит, это... Фу, блин. Значит, это тоже окунь был у меня, который ударил. Хорошая прям. Хорошая прям. Хорошая, Саня. Ах ты, всё. Офсет. Мамка по-любому. Прям вообще хорошее было. Утро какое доброе нас встречает. Буквально ещё минут десять назад стоял такой туман нереальный, что вообще видно ничего не было. Сегодня первый день, когда полнейший штиль и вышло солнышко. Смотри. Так. Андрей Батькович тоже отличился. Щучку взял. Как вот её сейчас отцеплять, я не знаю. Как, как, бери этот. Чё, чё боишься? Перчатку ссу ей в руку и отцепляй. Чё-то... На оффсете. Ох ты, ё-моё. Чё? Ясь, что ли? Чё-то прям бьётся. Ясь, походу, опять. Ну, спасибо. Ну, либо окунёк хороший. Не, ну, ясь, ясь. Смотри, блин. Смотри, блин. Ясь. Спускается и начинает бить он. А, акушар. Акушара, оказывается. И акушара тоже есть. Окунь? Монтаж будет. Рубшок только не волочение. Чё-то... Бойкая вообще конкретно. Не знаю. То ли есть, то ли окон. Ну, чё-то прям хорошее, бойкое. И вот... Вот там я говорю. О! Нет, акушар. Акушар. Не, уходит этот, дугой. Ну, акушара хороший. Поднимай. О! Такой прям хороший акушочек. Возле лодки взял. Я говорю, вот тут коряжка-то, которая лежит. Там-то рыбу показывал. Ох! Чё-то хорошее прям. Ой, блин. Посмотри, какой окунь-то. Красавчик. Вообще. Сеть. Браконьерскую. А вот чё. Сети в браконьерской. Живая ещё. Ой, блин. Язвы, что ли, по ней. Она уже походу... Долго сидит. Бедолашка. Ну-ка, хоть бы снимались и сети, блин. Изображение. Сеть старая, грязная, вонючая. Вот так вот и гибнет рыбка. Не, ого, поплыла, поплыла. Вот она. Крайний день. Крайний день. Крайние сборы. И щучка. Как обычно, живущая возле этого кустика. Каждый день. Одна-две штучки отсюда. В итоге, наш улов. Скромный. Да, скромненький уловик. Две мамки есть. Четырёшки есть. Трёшки есть. Двушки есть. Короче, я считаю, что мы половили хорошо. Отлично просто. Два холодильника. У нас ещё лёд даже. Вот. Такие вот холодильнички мы берём с собой. Замораживаем. Замораживаем льда. О, ещё одна рыба. Замораживаем льда и, в принципе, дней на пять вполне хватает. И рыба всегда свежая. Всё плотно закрыли. И шикарно. Ну вот. Собрались мы. Загрузились. Выдвигаемся в сторону машины. Всё. Спасибо этому месту. После себя тоже чистоту оставили. Ну и, как говорится, до новых встреч. Уже вылетел. Вон он, сиди. Сейчас вылетел. 80 кобылы. 80 кобыл. Ну что, Сань? Как у тебя впечатления остались? Нормально. От первого раза. От новых мест. Вон у нас тоже всё нормально, всё хорошо. Всё. Едем домой. Всё. Едем домой. Всё, всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok